Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Когда Спаситель говорит ученикам, что если я так поступаю, ну, вы-то тем более, что он имеет в виду? Сегодня по радио какой-то современный, ну, дикторы ему дали бумагу. Христос показал пример. Пример чего? Пример служения? Пример смирения? Нет. Совершенно нет. Он показал пример властвования, пример власти. Что такое власть и зачем создан человек? Вот что он показал. Власть – прощать. Власть – любить. Власть – быть с Богом. Власть – творить. Власть – думать. Власть – общаться между собой. Власть – быть церковью. Мы в своем противоположном Богу состоянии отождествляем власть и силу. Это противоположные явления. Ну, это разные ипостаси жизни. И разница, наверное, вот какая. Силу можно померить в деньгах. Деньги – великое изобретение. Это как лошадиная сила. Вот сколько долларов. Сила. Ее можно купить, ее можно продать. Это труд. Иуда, собственно, делает именно это. Какая-то сила у него есть. Он ее оценил, вот во что оценил. Но власть не продается. Просто по той простой причине, что она никому не нужна. У каждого своя власть. Мы не можем гею поменяться с кем-то. Мы не можем даже ее соединить. У каждого своя власть. И чудо любви заключается в том, что эта власть у каждого для того, чтобы жить в мире друг с другом, мы привыкли к прямо противоположному. Что там, где власть – Титаник и Айсберг. Остается выяснить, кто будет Титаник, кто будет Айсберг. Власть без силы. Возможно? Нет. Сила без власти сплошь и рядом. Сплошь и рядом на нас пашут, а власти не дают. Но та власть, которая образа Божия в человеке, та власть, которая человеческая, эта власть всегда имеет силу. Пока мы живы, у нас есть сила жизни. Умирать будем, спичку не сможем поднять. Но пока мы живы, мы можем любить. Мы имеем власть того, кто останется жить, а мы уходим в путь ко Христу. И мы имеем последнюю, может быть, каплю жизни и силы и власть все-таки дать ему частицу себя, уходя. Встретимся, конечно. Но это будет наше свидетельство о том, что Христос не просто умер на воскрес. И его сила, она разлита в мире. Но хотим ли мы ее взять? Хотим ли мы разбудить в себе власть? Власть любить, прощать, творить. Власть жить в этом мире, как в стране Божьей, где сам Бог, его власть в чем? В том, что он любит, прощает и творит. И вот когда эта власть соединяется с нашей верой, все становится на свои места. И часто это означает, что мы начинаем горько плакать, начинаем жалеть о бездарно прожитой жизни. Ну, ее, чего ее жалеть? Давайте благодарить Бога. Потому что мы подъезжали, когда вот за час до службы, и началась репетиция парада к победе. Вот, я смотрю из окна, едут, едут, едут. Они еще через, наверное, какое-то время, через часок поедут назад. Вот это почти каждый год бывает. Каждый год, и даже дважды, собственно. Осень ведь еще будет. А мы за Христом идем. Мы назад не повернем. Значит, наш крестный путь, он в одну сторону. И в бесконечность. Давайте не возвращаться. Вот мы сегодня сюда пришли, физически мы вернемся в свои дома. Мы вернемся в привычную жизнь. Но духом, духом, мы, отойдя от чаши, будем идти дальше со Христом, по крестному его пути. Куда-то в новое. Вот наша власть. И помогать другим людям, просто показывая им дорогу, утаптывая, а не ставя какие-то ловушки. Аминь. 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 Аминь.